Еще раз добрый день всем слушателям Директ Академии. Давайте начинать. Сегодня поговорим о развитии, о том как развивать у своих учеников гибкие навыки или мягкие навыки, soft skills на уроках иностранного языка. Почему это актуально именно для уроков иностранного языка? Какие гибкие навыки можно развивать, можно и нужно развивать? И почему это важно делать именно в подростковом, в юношеском возрасте? Также приведем конкретные примеры, какие задания можно использовать для развития этих навыков. Ну и в целом побеседуем о том, какую дополнительную ценность можно и нужно давать своим ученикам на уроках иностранного языка. Итак, краткий анонс я сделала. Давайте начинать. Итак, для начала разберемся с терминологией, как мы любим. Если есть soft skills, то должны быть и hard skills. И они у нас, конечно, прежде всего, потому что hard skills определяется как набор профессиональных умений и навыков, связанных со специализированной стороной деятельности. То есть, если мы программисты, например, да, то наши hard skills будут знание языков программирования, навык кодирования, написание кода и так далее. А soft skills — это гибкие навыки. Они прямо не связаны с профессиональной деятельностью, но очень могут в ней помочь в развитии, в продвижении по карьерной лестнице, вертикальной или горизонтальной, какое продвижение более возможно в той или иной компании, да, а также эффективно коммуницировать с людьми в ситуациях не только на работе, но и в жизни. Итак, что относится к гибким навыкам, к soft skills? Коммуникационные навыки, навыки общения, высокий уровень саморегуляции, критическое мышление, умение убеждать, лидерство и креативность. Сейчас будем разбираться во всем более подробно. Для начала, как я уже задавала в самом начале сама себе вопрос, почему именно на уроках английского языка надо развивать эти навыки? Потому что это очень благотворная среда. Что мы делаем на уроках английского языка? Вот сейчас сами проанализируйте, вспомните, чем в основном там занимаетесь. Конечно, важно развивать навыки чтения, аудирования, заниматься грамматикой. Но для чего мы в конечном итоге все это делаем? Мы это делаем, никогда не забывая, да, видя перед собой цель в конце туннеля. Цель – это речь. Язык – это прежде всего речь. Поэтому мы стремимся, да, всей душой, всеми силами, да, через тренировочные задания, тексты, упражнения именно к выходу в свободную речь. А как мы уже только что видели на предыдущем слайде, коммуникация, да, коммуникативные навыки – это одна из основ гибких навыков, то есть один из ключевых элементов вот этих вот навыков. На английском языке, да, на уроках английского языка мы общаемся, используя язык международного общения. То есть тот язык, который так или иначе использует порядка, наверное, двух-трех миллиардов людей во всем мире. Или как родной, или как второй государственный, или как язык делового общения, или межличностного, да, межкультурного общения по всему миру. И таким образом мы можем сказать своим ученикам, смотрите, к чему мы с вами приобщаемся. Мы с вами подключаемся, да, коннектимся, как они любят говорить, к огромному, необъятному, который даже им тяжело представить, масштаб вот этому мировому сообществу носителей языка, да, а также людей, просто изучающих его. Общаясь на неродном языке, люди развивают многие нейронные связи, да, в мозге, которые отвечают за принятие решений, за скорость реакции. И вот еще одна выгода, которую можно доносить до своих учеников или клиентов, да. Поскольку одним из основных развиваемых навыков на уроках английского языка является говорение, speaking, да, мы обучаем в ходе этого намеренно или даже как-то ненамеренно и незаметно для учеников аргументированному спору, потому что чаще в вопросах, предлагаемых для обсуждения, на что звучит такая добавочка, как why, а почему, или why not, почему нет. То есть, если у тебя есть какая-то позиция, выскажи ее и аргументируй, обязательно. Через изучение языка мы приобщаемся к культуре других народов, понимаем их культурный код. Почему эти люди сейчас такие? Почему они так себя ведут? Почему они так реагируют? То есть, мы изнутри понимаем их реакции на что-то, эти реакции становятся для нас более предсказуемыми и понятными. Изучая их историю и обычаи, мы понимаем их сегодняшнее состояние, их сегодняшний менталитет. И это уже становится нам не как что-то чуждое и незнакомое, а что-то вполне себе удобоваримое и понятное. Мы можем это для себя до конца не принимать, потому что мы носители другой культуры. Не надо себя тут оценочно сравнивать, вот они лучше, мы хуже или наоборот. Нет, я за безоценочное восприятие вот этого всего просто с уважением, с пониманием относиться к этому. Но для этого лучше, конечно же, выучить язык, чтобы лучше понимать этих людей изнутри. Изучая другую культуру, мы учимся быть к ней терпимыми. Терпимыми мы, прежде всего, к различиям, которые между нами существуют, между двумя разными цивилизациями, западной и восточной. Мы так исторически сложилась Россия, находимся между Европой и Азией. То есть мы носители двух цивилизаций, двух культур, у нас свой отдельный менталитет. И мы, конечно же, способны понять и носителей западного менталитета, и восточного. И на уроках английского языка очень удобно к этому всему приобщаться самим и приобщать своих детей, своих учеников. Самое популярное направление в развитии гибких навыков сейчас концепция 4К. Что же это за такие 4К? Прежде всего, это коммуникация, вот о ней мы сейчас поговорили. Кооперация – это способность сотрудничать в рамках команды, постоянно действующей, или временной команды, или в ходе проектной работы, межкомандное какое-то даже, взаимодействие. Креативность. Креативность – сейчас слово довольно-таки такое избитое и как бы немножко потерявшее свой цвет и соль, я бы так сказала. Но я под креативностью понимаю способность генерировать идеи, которые значительным образом отличаются от уже имеющихся в обиходе, ранее высказанных каких-то мыслей. А также способность производить какие-то конкретные вещи, то есть объекты творческой работы. А критическое мышление – это то, чему просто жизненно необходимо учиться и владеть, и чем необходимо владеть, чтобы избежать в будущем попадания в какие-то тяжелые жизненные ситуации, связанные с обманом, с мошенническими какими-то схемами, с вовлечением в разные незаконные организации, формирования, нужно обладать этим критическим мышлением. Поэтому, вводя в свои уроки, в свои занятия какие-то элементы, упражнения, приемы, которые способствуют развитию гибких навыков, мы оказываем своим ученикам огромную услугу. Мы, можно сказать, готовим их к взрослой жизни, самостоятельной и очень такой многогранной, иногда подчас опасной. Итак, давайте поближе рассмотрим эти 4К, займемся ими, да, вплотную. Первое, что понимают под первым К, коммуникацией. Установление контакта. Вот представим на уроке английского языка, у нас новая группа, и мы знакомимся с группой, да, мы устанавливаем с ними свой контакт. Также ученики, которые друг друга, может быть, видят в первый раз, тоже могут при вашем посредничестве, вашей помощью, да, устанавливать между собой контакт. Умение договариваться. Ну, тут, я думаю, комментировать не нужно, здесь и так все лежит на поверхности. Договариваться, кто первый будет выступать, отвечать, то есть поиск какого-то компромисса подчас. Поддержание разговора. Это вообще взрослым не повредит, поскольку многие взрослые страдают от неумения вести small talk. Да, small talk с английского – это беседа для того, чтобы установить контакт и предварить дальнейшее общение. То есть перед началом деловой встречи участники могут обсудить погоду, да, ну, что еще можно обсудить с незнакомым человеком, обсудить обстановку на сегодняшней конференции, например, да, сколько много спикеров, какая интересная программа. Вот это вроде бы разговор ни о чем, но он позволяет растопить лед между людьми, этот разговор позволяет установить какое-то вот дружеское, ну, товарищеское, да, расположение друг к другу. И в дальнейшем, когда пойдут контакты уже деловые, да, чисто рабочие, общаться с этим человеком будет гораздо легче. Поэтому очень важно приучать к навыкам small talk. Например, в начале урока можно завести small talk о том, как прошел день, о том, как им нравится сегодня погода, с более взрослыми учениками обсудить какие-то новости дня, самые такие яркие. Но нужно помнить, что с незнакомыми людьми, да, и детям тоже рассказываем, мы не говорим о политике, о религии и других областях глубоких убеждений. Потому что политика и религия тут и здоровье. Здоровье – это тема интимная, а политика и религия – это области глубоких убеждений, где очень легко задеть человека. И он, может быть, ничего не скажет в ответ, но он останется в душе с осадочком к вам, да, с какой-то вот неприятностью. Поэтому вот этого нужно избегать. Публичные выступления. По публичным выступлениям, насколько я знаю, у нас в Директ-Академии есть целый курс. Поэтому это такой огромный пласт знаний, не побоюсь этого слова, да, пафосного пласта знаний. Это целая сфера, которая достойна отдельного изучения. От себя могу лишь сказать, что очень помогает в этом именно практика. Просто начать, не бояться выступать сначала на каких-то, может быть, внутривниверситетских мероприятиях, межкафедральных, на заседаниях методического объединения в школе, на педсоветах, выступления перед родителями учеников. Это тоже публичное выступление. Поэтому можно поискать в каких-то открытых, бесплатных источниках или пройти наш курс, который, как я уже видела, довольно-таки объемный по наполнению, по часам. Убедительная аргументация своей позиции. Это можно развивать даже с самого малого возраста, с младших классов, когда мы просим детей во время обсуждения высказать «за» и «против» какой-то маленькой проблемки, актуальной для их возраста. Например, где смотреть фильм в кинотеатре или дома? Выскажите свои «за» и «против». То есть для каждого возраста брать что-то для них релевантное, и насчет чего было бы им интереснее поспорить. Эффективное слушание. Что имеется в виду под эффективным слушанием? Это активное слушание, прежде всего. Когда мы умеем выделять в прослушанном высказывании тексте какие-то смысловые части, мы не пропускаем и правильно понимаем смысловые связи между частями высказывания. Мы понимаем авторское отношение, которое тоже выражается при помощи вербальных и невербальных средств. Мы это тоже должны уметь считать. И этому мы, конечно, тоже учим на своих уроках. И осознанное применение невербальной коммуникации. Это жесты, это мимика, это поза уверенная, открытая. Этому, конечно, стоит учиться. Об этом написано много книг. И это еще одно направление развития, саморазвитие, которое каждый из нас может для себя выбрать. Смотреть ли видео, читать ли книги. Но это, безусловно, тоже интересная вещь, интересное направление. Так, кооперация. Ну, тут все довольно прозрачно и более кратко я об этом скажу. Кооперация – это, другими словами, что? Это сотрудничество, не так ли, да? Навык объединения в группу, навык командной работы, навык организации работы всей команды внутри. Мы ведь часто во время обсуждения или организации тематических уроков-мероприятий мы же устраиваем какие-то командные виды работы. И, безусловно, в рамках вот таких вот уроков, занятий дети учатся навыкам командной работы. Как распределить, как делегировать, по каким принципам. Ребенок, он как бы половину осознанно, половину неосознанно, но он понимает. Он знает людей в своей команде, да? Например, капитан, тот, которого назначили лидером или который был избран лидером ребятами, да? Он понимает хорошо способности каждого и в соответствии со способностями. Здравствуйте. Он может распределить правильно какие-то участки работы. Он сначала, как лидер, раскладывает задачу преподавателя на подзадачи, да? И в соответствии с тем, кто на что способен в его команде, он правильно распределяет задачи. Он контролирует их выполнение, координирует работу между участниками команды для получения оптимального результата, для победы в конкурсе, победы в викторине, которой они там очень стремятся. А смотрите, как это прекрасно накладывается на деловые навыки. Сколько сейчас разных программ и конкурсов для лидеров, для руководителей проходит. И вот эти навыки можно и нужно видеть в детях, да? И развивать всеми возможными способами. Быть лидером – это и благословение, и проклятие может быть из-за огромного груза ответственности, ложащегося на плечи, да? Чем больше размах, чем больше масштаб, тем больше вот этот груз ответственности. Да, но не будем сейчас за грустным. Переходим к следующему. К – критическое мышление. На что его можно разбить? На какие подпункты? Умение выносить обоснованные оценки. Если уж мы даем задание что-то оценить, да? Что-то, например, тема книги, фильмы, да? Нужно оценить какой-то фильм, дать отзыв на фильм и поставить свою оценку от одного до десяти. Вот ты дал оценку семь, а теперь расскажи нам, пожалуйста, почему именно семь, почему не десять? Что тебе понравилось, а что не хватило? Чтобы все поняли, что ты эту оценку ставишь непредвзято. Не просто потому, что тебе не понравилось название, скажем так. Так, далее навык. Корректно применять полученные результаты к ситуациям и проблемам. А что под этим мы можем понимать? Вот мы с вами поработали, дали детям задание. Они поработали. Например, опросили группу участников своего класса на предмет их предпочтений. И теперь их задача правильно обработать и рассказать о результатах своего исследования. А те, кто готовит к ЕГЭ, наверное, сейчас с болью в сердце вспомнили задание номер 38, где мы описываем результаты опроса, представленные в виде графика, таблицы или круговой диаграммы. Есть ли здесь коллеги, которые готовят к экзаменам? Поставьте огонечки, пожалуйста. Если есть. Или плюсики. Так, а есть те, кто работает со средней школой? Угу. Так. Нету, похоже. Ну, хорошо, ладно. Тогда я не буду на этом сильно делать акцент. Хорошо, что сказали. Дальше. Наблюдательность. Наблюдательность – это возможность замечать общее и отличие, находить какие-то нюансы. Например, дети очень любят задания типа «What's wrong with the picture?». Прям можно забивать в поиске в Гугле «Describing pictures» или «What's wrong?». Просто «Что не так с картинкой?». И иногда поиск выдает картинки, где огромное количество деталей и огромная, следовательно, возможность о том, чтобы проартикулировать, сказать, что не так конкретно с этим элементом на картинке. Поэтому это очень хорошая активность для warm-up, для разминки, на занятии. Очень рекомендую запастись арсеналом таких картинок. Можно просто описание, опишите картинку. И выбирайте картинки. Частенько искусственный интеллект рисует с большим количеством деталей. Они вроде бы с виду простые, кажется, а что тут описывать? А вот вы их научите наблюдательность. Что на переднем плане? Что на заднем плане? Какие эмоции у людей на картинке? Что между ними, возможно, происходит? Что они делают? Они выбирают обувь в магазине или они читают книжку на ночь? О чем сказка? То есть умение даже не только наблюдать, но и строить догадки, делать выводы из того, что вы видите. Замечая детали. Может быть, легкий беспорядок в комнате на заднем плане. Видно, что ребенок, например, спешил побыстрее лечь спать, послушать папину сказку. Это все очень развивает. Это сначала можно при помощи наводящих вопросов из них выжимать, вытягивать. А потом они уже сами начнут. И это очень хороший вид работы. Способность к интерпретации. Интерпретация текста – это вообще, кто на меня изучился, это отдельный предмет. Но элемент интерпретации текста можно вводить не только на уроках иностранного языка, но и сейчас это делается на литературе, на уроках чтения еще в младшей школе. Когда моя дочь пошла в первый или второй класс, в предупреждение различной жизни, я посмотрела рабочие тетради к ее учебникам по чтению и поняла, что придется мне вспоминать свою университетскую программу. Потому что очень много там было заданий такого уровня, что текст каждый препарировался просто под микроскопом на наличайшие детали. Возможно, для них было это очень круто и сложно. Но сразу было видно, что какая планка задрана и как им предстоит в более старших классах вот это все развивать. Сколько всего придется развивать. И знание средств, которые авторы используют для выражения своей мысли. И логическое деление, видение структуры текста, не только отдельных выразительных средств, но и их общие картины, которые они дают в этом контексте. Способность делать заключение, исходя из этого обширного анализа, и давать свою оценку происходящему. Опять же, мотивированную, обоснованную оценку. А не просто так. Мне нравится читать книги, мне не нравится читать книги. Я люблю смотреть фильмы по телевизору, я люблю смотреть фильмы в кино. Но это просто утверждение. Нам нужно из них вытягивать что, да как, да почему. Дети иногда шутят, что читатели английского знают про них больше, чем родители. Действительно бывает так, потому что мы очень стараемся их разговорить. Все из них вытянуть. И креативность. Следующая наша Ка. Что она себе подразумевает? Продуктивность. Но я под продуктивностью здесь понимаю, не продуктивность в бытовом плане, в обиходном. Я сегодня была продуктивная, я сегодня много успела сделать. Купила продукты продуктивные, приготовила еду. Вот я продуктивная, я много успела. Нет. Здесь продуктивность не совсем про это. Это способность к производству объектов творчества. Гибкость. Что я подразумеваю под гибкость? Это невозможность вертеться ужом между одной какой-то вот группой, противоборствующей другой, и нашим, и вашим. Нет, ни в коем случае. Это скорее способность нахождения новых решений. Умение эффективно использовать имеющиеся материалы и инструменты. Что еще? Быстро менять свое мышление и поведение в зависимости от ситуации. То есть не переобуваться в воздухе, а именно способность видеть, где твои уже устоявшиеся мнения, суждения уже застывают, покрываются коркой какой-то невозможной, твердой, панцирем. И понимание того, что тебе вот эта ригидность мышления твоего мешает, и адаптироваться под меняющийся мир, под меняющуюся реальность вокруг тебя. Да, Дмитрий, скорее адаптироваться. Да, это верно. Потому что очень жалко бывает людей, которые адаптироваться не умеют, которые чувствуют себя потерянными, совершают какие-то ошибки, в социальном плане опускаются на дно. Это вот тут не умение адаптироваться. И оригинальность. Это выдвижение новых идей, навык каких-то воспроизводства неожиданных, необычных идей в своей среде, которые существенно отличаются от того, что высказывается, что принято в твоей среде. И в той среде, в которой ты общаешься. А также умение нестандартно решать сложные задачи. Этому, кстати, тоже можно учиться не только на уроках математики, но и на уроках иностранного языка. Сейчас попозже расскажу, какое упражнение помогает начать работать, развивать этот навык. И чему оно еще может помочь. Итак, следующая часть моего сегодняшнего выступления – это прием. Теперь уже прямо поговорим про конкретику, максимальную конкретику возьмем, для развития гибких навыков на уроках иностранного языка. Какие задания можно использовать, в чем их практическая польза для учащихся. И тут же давайте думать в том ключе, если, например, вы репетитор или самозанятый преподаватель, это вам еще будет в помощь для того, как еще доносить ценность ваших занятий. Потому что получение отказа, когда человек разворачивается и уходит, например, увидев какую-то цену или что-то еще его не устраивает, это означает прежде всего, что вы не донесли ценность занятий. Давайте будем учиться доносить их, аргументировать через ваши преимущества. Итак, первое упражнение, которое может дать старт, скажем так, развитие нестандартного мышления, хорошо развивает избирательное внимание, наблюдательность, способствует умению находить нестандартные решения, а также способствует повышению грамотности, то есть правильно писать слова, учимся, запоминать лексику по теме урока и разнообразить учебную рутину. Да, более того, это легко встраивается в любое занятие и онлайн, и офлайн. Это может быть как разминка перед основной частью урока, да, что когда дети пришли, там все такие возбужденные, что-то вам там наперебой рассказывают, да, вот это способ их усадить и начать вырабатывание, как я это называю, чтобы они вот во что-то погрузились. Они эти задания очень любят, вот мои дети очень любят вот эти задания. Здесь вот на этом слайде, на картинке, это с вордвола я делала, но это все с вордвола прекрасно быстро прям распечатывается, распечатывается, сохраняется на компьютер. Здесь у нас словоискалка по теме, это у нас ОМК Prepare 2, это кембриджская линейка для такой, скажем так, незаметной, поступенчатой, вкрадчивой подготовки к международным экзаменам. Тема, по-моему, это магазин, да, шопинг, и там была еще такая вставочка, небольшой текст про двух молодых предпринимателей, детей 12-13 лет, которые придумали собственные проекты, кстати, реально существующие, я пробила сайты, и вот что они там делали, продавали. Вот смотрите, вроде бы лексика даже такая не особо детская, да, но почему бы нет? Этот ОМК универсальный, я его и с 6-7 классом, и с 9-10 могу использовать, прекрасно ложится, каждый находит что-то свое. Вот, пожалуйста, вот первый такой лайфхак, что можно использовать. Дальше. Распутываем запутанное, или unscramble. Здесь это скорее упражнение на скорость. Скорость реакций, скорость принятия решений развивается. Таким образом, мы начинаем подготовку к выводу в речь, то есть мы можем при помощи этого упражнения отработать любую грамматическую или лексическую конструкцию, да, устойчивую. Можем отработать порядок слов в вопросительных предложениях, то есть дети учатся задавать вопросы, да, вот у них разбросанные слова, собери из них вопрос. Да, грамматику отрабатываем, лексику отрабатываем, что угодно. Вот на WorldWallet это надо сделать на скорость и плюс еще учесть количество ходов. То есть они еще анализируют, что какой элемент, куда поставить, да, а это ли не прекрасное упражнение для развития вот быстроты реакции и внимания, да, и вот анализы, аналитические способности, что мы куда должны передвинуть, чтобы быстро получить правильный результат, получить еще за это премию в виде каких-то дополнительных баллов. Дальше, еще одно упражнение – это сортировка. Здесь мы начинаем плавно вот с самого детского возраста развивать навык систематизации полученных знаний. Вот мы прошли, например, две или три темы, выучили там порядка 30-40 новых слов. Давайте-ка мы их теперь разнесем по каким-то категориям. Или внутри какой-то темы, если много слов разных, да, мы тоже их предлагаем детям распределить по каким-то группам, да. Ну вот, например, на данном слайде у меня разработка к теме магазины, что в них можно купить, продукты, одежды, и где в каком магазине, что продается. Вот, пожалуйста, тоже задание надо выполнить быстро и на время. То есть эти слова, они уже знают, о них изучали. Теперь давайте-ка распределим, систематизируем. Также помогает развитию скорости принятия решений, реакций. Если они это делают в команде, то они прям сразу, мне нравится, когда они начинают взаимодействовать. Так, ты давай вот это ищи, а я пока двигаю, а ты мне уже там следующее подсказывай. Заполняем вот эту категорию сначала. Или там заполняем первый столбик, в зависимости от того, как выглядят упражнения. Они прям сами начинают кооперироваться по двое, по трое. Дальше. Когда мы уже находимся на финале какой-то темы, раздела, у нас неизбежно должны следовать задания на обсуждение, дискутивные упражнения. Во время дискуссии что мы учимся делать? Мы учимся выслушивать собеседника, не перебивая до конца. И здесь вы как модератор беседы должны тщательно за этим следить. Учим терпимость к иным мнениям. Вот, например, твой одногруппник, там, одноклассник думает иначе. Давай выслушаем его. Давай не будем сразу перебивать или смеяться над ним. Тоже вы как модератор за этим следите. Отрабатываем тематическую лексику. Надо смотреть, чтобы вопрос, который вы предлагаете на обсуждение, были завязаны на отработку какой-то темы или конструкции. Таким образом можно и вывести грамматику в речь. Например, это особенно актуально. Я, к сожалению, часто с этим сталкиваюсь, когда ребенок, который никогда дополнительно не занимался языком, только по школьной программе, и то спустя рукава, и тут он в 10 классе, а то и в 11, решает, что он будет задавать ЕГЭ по английскому языку. Вот это, конечно, вызов. И единственное, самое, наверное, эффективное, что я для себя поняла и что я для себя приняла, это здесь выводить все через грамматику. Потому что, когда у человека системные пробелы, то для сдачи экзамена нам очень нужна грамматика, причем на таком хорошем уровне. Но нам также нужно еще и говорение. Поэтому мы начинаем с грамматики и наша цель вывести грамматику в речь. По пути мы к этой грамматике присоединяем какую-то лексику, по возможности, но цель у нас все равно вывести в речь, потому что он будет отвечать на вопросы и в письменной, и в устной части экзамена. Развиваем воображение и креативность. Здесь вот на слайде у меня отрывочек игры на отработку конструкции Would you rather? С двумя девочками из 10 класса, слабенькими я использую, которые готовятся к ЕГЭ. И я им предлагала такие вопросы, где надо сделать очень трудный выбор для них. Например, вот как здесь. Would you rather be forever slim or forever rich? Ты бы предпочла быть всегда худой, стройной или всегда богатой. И вот они предлагали свои ответы и объясняли почему. Ты бы предпочла читать мысли или иметь какие-то другие сверхспособности. Какие именно и почему? Вот мы отрабатывали вот такую грамматическую конструкцию. Еще, конечно, по ходу на это наслаивалась определенная лексика. Мы записывали и лексику. То есть вот таким образом работали. Дискуссия – это отличная вообще вещь. И как венец всего, да, всему, проектная работа. Ну, я думаю, школьные учителя у них при упоминании слова «проекты», наверное, иногда начинает дергаться глаз, потому что везде и повсюду эти проекты, во всяких разных ипостасях, у детей тоже дергается глаз к концу года от этих проектов, от необходимости их защищать, что-то оригинальное каждый раз выдумывать, потом представать перед комиссией целой, это вот уже для тех, чьи работы отобрали, участвовать в каком-то конкурсе, какое-то портфолио. Но нет. Даже если вы репетитор, самозанятый преподаватель, который работает с мини-группами, вы и там можете спокойно организовать проектную работу, причем не называя ее так, чтобы у детей не появилась там какая-то негативная реакция. Начинаем поэтому с микроформатов. В рамках, например, одного урока или одной темы. Чуть позже, по-моему, на одном из следующих слайдов у меня будут прям конкретные примеры проектов под конкретные темы. Там всего несколько, но я думаю, у вас сразу воображение заработает, и вы додумаете каждый, что для себя может взять. Так, здесь учим детей, может быть, они уже сами что-то могут в части распределения работы внутри команды. Потому что, когда вы даете какое-то задание, вы на первых порах можете разложить им сами вот эту задачу на подзадание, на этапы, с чего начать и к чему прийти. Но потом они очень быстро начинают это делать сами внутри своей команды. Делегирование полномочий. Да, конечно же, все мы знаем, ну, может быть, даже не до конца осознаем, что хуже нет для руководителя, чем всю работу делать самому. Это значит, что он плохой руководитель. Не менее 60-70% он должен делегировать. Задачи должны быть делегированы. Вот умение делегировать. Как ты делегируешь часть своей работы кому-то еще? Кооперируемся, возможно, сотрудничаем между разными командами, обмениваемся недостающей информацией. Умение творчески нестандартно мыслить. Сейчас покажу на следующих слайдах с помощью чего и как можно нестандартно мыслить. Выходим в свободную речь. По теме. Ну, это естественно, потому что именно в этом состоит задача проектной работы. Вот эта проектная работа, она может стать любимым видом урока. То есть ее будут ждать. И все вот это прохождение темы, вот это все упражнение, аудирование, раскрытие скобок там или тесты, они будут воспринимать как подготовку к чему-то там такому интересненькому. Командному, да? Если они у вас делятся, да, на команды, в принципе, количество людей. Так, что-то мне тоже... Ага. Вот. Примеры. Да, все верно. А то я побоялась, что перескочила слайд. Пример вот этих вот мини-проектов. Давайте посмотрим. Например, тема телевидения. Проект. Разработать и представить одногруппникам рекламы. Рекламу. Либо в виде какого-то текста, либо в виде сценки, либо можно даже снять видео. Рекламу самых обычных продуктов. Например, бутылка воды, книга, ручка, других подручных каких-то вот средств, предметов. Да, делим группу на команды, по 3-4 человека. Выдаем задание, да, на листочке. И помогаем в процессе. То есть мы для них раскладываем эту задачу на подзадачу. То есть, ну, смотрите, вам сначала нужно посмотреть на ваш предмет, который вам достался, выделить его плюсы и минусы, подумать, как их обыграть, сделать сценарий и назначить актеров для реализации этого сценария и в конце концов представить на суд остальной аудитории. Тема daily routines. Можно попросить каждую команду снять мини-ролик, мини-видео такое про типичный свой рабочий день. Может быть, это будет что-то смешное или не очень типичное. Ну, неважно. В формате TikTok, сейчас любят ребята снимать шортс, это может быть музыкальный ролик, снабженный субтитрами на английском языке, естественно, или закадровым комментарием, голосом, тоже на английском языке. Тема books and films. Написать рецензию на книгу или фильм, не произнося название, то есть рассказать эту рецензию группе, не произнося название книги и фильма. Пусть они гадают. Тема free time activities. Подготовить презентацию или какое-то выступление на тему того, что 10 новых вещей, чтобы попробовать летом. Да, вот отличная активность для end of year, для уроков, которые идут в конце года. Можно скачать из интернета фотографии каких-то необычных экстремальных видов спорта или каких-то необычных соревнований или мест, которые стоит посетить, и об этом рассказать. Это обычно очень интересно получается, потому что каждая команда представляет свое, что-то оригинальное. И тема school education. В качестве проекта, может быть, подготовить, взять интервью у учителя. Учителем, может быть, вы, а может быть, кто-то из учеников, который войдет в роль учителя. Там можно кучу разных тем накопать, составить вопросы, подготовить это интервью, сделать какой-то, может быть, оригинальный формат, типа интервью на ходу, там, да, вот вы куда-то идете или там что-то делаете, такое вот повседневное, в процессе этого идет какое-то интервью. Потому что сейчас уже просто вот сидящее интервью, фейс-то-фейс, ну, достаточно сложно смотреть детям с клиповым мышлением. Им надо, чтобы еще во время этого на фоне что-то происходило. Вот можно подумать в этом направлении. Когда я готовила эту встречу, я, конечно, много думала о том, как это практически приложить, применить. И поэтому я в качестве иллюстрации того, как я работаю, какие форматы я включаю в задания, в занятия, я поэтому предоставила для скачивания такой небольшой комплект материалов. Просто примеры в качестве иллюстрации. И сейчас я хочу поговорить, вот пару слов буквально сказать, о том, какие это дает результаты. Главное условие, конечно, это системность и регулярность, постоянство. Эти форматы вот этих вот заданий, которые я привела, они, первое, не надоедают. Второе, они максимально работают хорошо именно когда вы их применяете в системе. Не просто вот раз в году вдруг раз и решили дать, а когда это происходит регулярно, в рамках каждой или почти каждой темы. Вот хочу привести в пример такой кейс. У меня есть группа, которая работает со мной с третьего класса. Сейчас они уже перешли в седьмой. И недавно, видя то, как они выросли в устной речи, в аудировании, я решила на свой, скажем так, страх и риск дать им несколько заданий из ОГЭ, которые издаются в девятом классе. Что вы думаете? Они 90% решали правильно эти задания. То есть я не дала им сразу весь экзамен, да, вот два часа писать, а я им так, знаете, так потихоньку подсовывала. Сопоставьте заголовки с текстами, аудированием из ОГЭ подсовывала. Потом чтение true, false, not stated. Все делается прекрасно, все сразу видится, все, даже если какие-то незнакомые слова, они научились их игнорируя, присваивая им какое-то назначение. Ну, например, это примерно какое-то качество. Или это что-то хорошее, это что-то плохое, это, наверное, что-то большое. Это, наверное, какой-то человек, какой-то профессии. То есть вот по каким-то косвенным признакам, да, они это уже понимают и умеют делать. Многие эти классники так умеют делать. То есть это дает свои плоды, свои результаты, именно вот эта вот системная работа с ними. Они обожают вот эти вот дополнительные активности, эти вот unscramble, unjumble, вот эти вот всякие слова-искалки, what's wrong. Или можете дать еще, знаете, вот на один листочек в Варде накопируйте кучу картинок одинаковых. Например, на Новый год. Например, у меня там было несколько типов елочных шаров, гномики, санты-клаусы, олени. И вот их много-много, таких небольших, на лист А4. Им надо посчитать, сколько каждых предметов. Это очень тоже развивает концентрацию внимания. Почему более старшие дети, старших классов, не могут правильно решать задание по чтению? Казалось бы, при чем тут эти вот гномики и шарики и чтения? Потому что концентрации нет, они не выдерживают на протяжении вот этого всего текста. А вот эти вот всякие головоломки, сосчитай, расположи по порядку, раздели по группам, посчитай, какого вида, сколько предметов на картинке. Они только концентрацию, усидчивость, они развивают. То есть это на самом деле большое подспорье. Умение коммуницировать, задавать друг другу вопросы, делать интервью. Это не сразу, но это обязательно зайдет. Надо только попробовать с разных сторон найти тот формат, который интересен именно вашей группе, вашим ученикам. Обязательно зайдет эти, обязательно старания ваши будут оценены. Может быть, не сразу, не имеете никогда особо высоких ожиданий. Бывает иногда, что вы готовите какой-то урок, там три или четыре часа, какой-то суперинтересный урок, а они приходят, возможно, после какой-то контрольной или после какой-то выматывающейся физкультуры, им ни для чего, ничего не хотят. И вы получаете разочарование от своих высоких ожиданий. Лучше не делайте сразу целые уроки какие-то, а небольшими вкраплениями. Видите, что зашло? На следующий урок еще что-то такое мы подсунули. Потом еще через урок, через другой урок. И так потихонечку вводить вот эти виды работы. И вот даже самые отпеты лоботрясы, они потом втянутся. Это очень благодарная штука. Так, ну и последняя, заключительная часть нашего Моррозонского балета, да, это список источников. Я сюда включила ссылки на World Wall, вы можете пройти, посмотреть там мои какие-то другие задания. Они все копируются, скачиваются, можете их себе забрать в свой аккаунт, если вы работаете на World Wall. Ну и, конечно, при работе над сегодняшним вебинаром я использовала один из разделов нашего ресурсного центра, да, вот, воспользовалась своим служебным положением, да, и ознакомилась более подробно с некоторыми книгами, которые у нас представлены в разделе методика преподавания. Там появились у нас очень интересные новинки. Вот ссылки на некоторые из них, новинки 23-го года, ну, 22-го, это уже не такая новинка, но тем не менее. Очень интересные авторы, очень толковые, да. Кстати, вот, хотела сказать, у многих учителей английского есть такой определенный снобизм и предвзятость, да, по поводу наших российских методистов и преподавателей иностранных языков, типа, что они там могут, да. А ведь у них есть одно огромное преимущество перед Оксфордом, Кембриджем и всем. У них есть опыт изучения языка, вот этого, как неродного. У иностранных методистов такого нет. Они в своем английском родились, они в нем жили, они в нем плавают, как рыба в воде. А все мы прошли через вот это вот горнило, да, изучение чуждого нам языка, перекраивание, может быть, своего мозга в определенной степени, да. И многие наши российские ученые, они действуют, они именно вот излагают с той точки зрения, как если этот язык вам не родной. И потом у кембриджских, оксфордских и так далее, вот пособиях там какой-нибудь возьми, но рассчитаны на большие группы. Ну, не всегда это можно применить, да. Всегда это как-то приходится перекраивать, переделывать, если у тебя там 2-3 человека в группе, да, или вообще-то, если индивидуальная работа. Поэтому я рекомендую вот убрать вот эти вот предусуждения и ознакомиться с работами наших российских русскоязычных ученых. Вот я вам делаю скидочки, не скидочки, а ссылочки на монографии и рекомендую ознакомиться не только с ними, но и со всем разделом, да, потому что раздел достаточно большой. Наталья, очень благодарна вам за отзыв. И вот на этой радужной ноте я, наверное, буду на сегодня закругляться. Ну, по традиции хочу спросить, какие есть вопросы. А какие проблемы и курьезы могут возникнуть во время проектной работы, при делегировании, например? Приведите, пожалуйста, примеры того, как реагировать, если все начинает идти не по плану. Так, я не могу припомнить каких-то курьезных или проблемных случаев при делегировании полномочий. Ну, наверное, самое простое, что может возникнуть, это если один другому говорит, так, вот ты отвечаешь за это направление, он говорит, а я не хочу, а я не буду. Ну, в таком случае, конечно, если вот идет вот такой диалог между детьми, преподаватель должен быть на страже, подойти и разобраться, почему именно ему делегируешь, почему ты считаешь, что он лучшим образом выполнит вот это задание, да, а почему ты не хочешь, какую ты проблему видишь в этом, или а что ты хочешь. Может быть, он спокойно может поменяться задачей с другим человеком в своей группе, да. В общем, постараться прийти на помощь, постараться убрать конфликт в самом зачатке, пока он не разгорелся, пока они начали там кричать друг на друга и учебниками кидаться. Вот этого уже не надо допускать. Так, реагировать как? Реагировать спокойно, возможно, даже изменить составы группы. Почему нет? Перевести из одной группы человека в другую, да, дать ему работать над тем, что он хочет, или убедить его в том, что он чего-то не хочет, оно на самом деле самая козырная часть работы. Дать ему такие плюсы, сказать, вот смотри, вот ты не хочешь вот это делать, вот ты не хочешь интервью брать, да, вопросы задавать. А между прочим, интервьюер – это такой же главный герой, как и тот, как и та звезда, да, у которого берут интервью. Интервьюеров есть. Какие они знаменитые, сколько у них миллионов подписчиков на каналах, да, вот, и назвать две-три известные персоны. Ты разве не хочешь побывать в его роли, да? Ты разве не хочешь вот побыть таким же? Вот постараться уломать, другим словом, продать ему вот эту идею, почему он должен делать именно вот это. Возможно, он как-то уже по-другому посмотрит на ту часть работы, которая ему казалась до этого неинтересной, ненавистной, вообще, фу, да. Вот, так, спасибо. А есть ли еще какие-то вопросы? В таком случае я говорю всем большое спасибо за то, что уделили время, за то, что посетили мое сегодняшнее мероприятие. В этом учебном году у меня будет еще один вебинар, по-моему, 20 июня. И я вам желаю отличного завершения учебного года, больших успехов вам и вашим ученикам, если они сейчас сдают какие-то экзамены, да, ну, и хорошего отдыха, который скоро-скоро вот-вот у нас начнется, да. Спасибо еще раз за внимание. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok